Доброго времени суток! С вами Йети. Если уж вам сильно нравятся рецепты тематики бодибилдинга, то переходите к просмотру рецепт приготовления индейки и пишите свои вопросы в комментарии, а также возможные темы, по которым я могу сделать разбор. Мне так гораздо легче ориентироваться на спрос аудитории и делать видео только по тематикам, которые вам интересны. Поэтому ставьте лайки, если видео заходит, я делаю дальше все по этой тематике и пишите свои варианты. Все, переходим к рассмотру. Сегодня для набора массы у нас будет запеченная индюшачья голень с тимьяном, чесноком. И я вот подумала, может быть, использую приправу утку с яблоками. В процессе все покажу. Сейчас мы начинаем пока чистить чеснок. Чеснок мы почистили. На эту голень нам понадобится в районе пяти больших зубчиков чеснока. Сейчас дальше мы сделаем надрезы в голени. Туда засунем чеснок и тимьян, чтобы придать вкус и аромат внутри мясу, потому что оно достаточно жестковато и безвкусно. Продолжение смотрите дальше. Так вот, чеснок мы порезали. Сейчас мы сделаем такие надрезы. Одной рукой, конечно, это жутко неудобно, но проще сделать несколько, ну, так, проколы. Достаточно часто делаем. Там внутри кости. Если, конечно, вы хотите заморочиться, можете вытащить эту кость. Я заморачиваться не хочу, так как у меня нет столько времени. Да, это, конечно, блюдо не из простых. Не каждый захочет с этим заморачиваться, но это довольно вкусно. Также из таких голеней можно делать... Вот мы сделали дырочку. Теперь мы пытаемся засунуть чеснок туда. У нас это неплохо, в принципе, получается. Дырочки, видите, разного диаметра, поэтому иногда приходится тяжеловато. Но и так в таком темпе дальше мы будем это делать, просувствовать чесночок. Что получится в итоге, я вам покажу, когда закончу этот процесс. Так как двумя руками будет быстрее. Вот так в итоге это вот так вот выглядит со всех сторон. Мы делаем такие дырочки, начиняем. Если у вас нет такой приправы, как вот утка с яблоками от Кнор, то можете просто посолить, поперчить, немножечко для золотистой корочки, намазать прямо чесноком. Чуть-чуть оливковым маслицем. Или можете взять немножко сливочного, туда покрошить тимьян. И этим всем обмазать, в принципе, будет очень даже вкусно. Я, наверное, скорее всего, обмажу это специями. Специи разведу в водичке, так как у нас и так индюшка очень жирненькая. Туда, наверное, все-таки положу на дно немножко картошки, потому что ему это сейчас, в принципе, можно, как он говорил. И положу веточки тимьяна сверху. Как раз, когда жир будет топиться отсюда, у нас будет очень вкусная картошка, в меру такая жирноватенькая, как раз-таки не сильно сухая. И, считай, это все пропитается чесноком и тимьяном. Получится просто ням. В итоге сейчас, короче, я это все обмажу, положу это все в форму. Ну, вот в таком вот виде я отправляю это все в духовку, где-то градусов на 220, минут на 40, на 50, чтобы мясо было достаточно нежным, хорошо запеклось. Вы не поверите, какие восхитительные ароматы сейчас на нашей кухне. Это просто вообще божественно. Картошку я решила не делать, так как он сказал, что он не хочет, поэтому я просто сделаю салатик и с гарниром он там уже сам определяет. Ну вот, прошло у нас 20 минут, как видите, она уже такая подрумянинная. Сейчас я добавлю туда водички, чтобы не пригорало. И, в принципе, продолжаем готовить дальше, еще минут 40. Ну да, это блюдо совсем не простое, но, в принципе, если вы делаете кардио в районе часа, то можно спокойно это сделать, закинуть и пойти крутить колеса. Так что, для кого как. Ну а пока готовится у нас мясо, я сделаю достаточно простой салат, как я считаю. Это из огурцов, помидоров, лука, немножко пекинской капусты и укропа. Заправлю это все, конечно же, оливковым маслом. Оно у нас безумно вкусное, со вкусом сливочного. То есть, к сожалению, нету грейпфрута. Так бы я добавила туда еще грейпфрут и было бы вообще сказка. В дальнейшем, по итогу, как все получится, я вам обязательно, конечно же, покажу. Так что, ждем. Ну что, друзья, пришли наши 50 минут. В принципе, наша нога готова. Как видите, она прям офигительно запеклась. Аромат стоит безумный. Также мы сделали салатик. Теперь ждем, пока он придет все-таки со своего спортзала, чтобы было вкусно накормить. Итак, сейчас будем пробовать. Кстати, что по поводу индейки. Один из бюджетных вариантов мяса, на самом деле, но довольно вкусный. От курицы он все-таки отличается. Будем тестировать, значит, сейчас, что у нас получилось. Годно. Здесь много белка и мясо приготовлено более-менее сочно. Обычно все-таки у нас мясо пересушивается. В этом основная проблема. Здесь, в данном случае, все прекрасно. В общем, пользуйтесь рецептом. Всем советую. С вами был Йети. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова